всем привет с вами канал артмания и сегодня расскажу как научить ребенка жевать именно жевать сейчас наверно скорее всего мне скажете что ребенок там уже 6 месяцев начинает немножечко жевать да ему что-то нужно давать давайте сначала сейчас расскажу свою историю как получилось у нас и наверное этот будет ролик для тех у кого похожие ситуации возможно может быть таких людей будет и мало может быть и много хотя честно говоря жизни бывает все в этом я уже очень много раз убеждалась поэтому давайте расскажу в принципе у меня ребенок родился без каких-то отклонений довольно таки здоровый малыш то есть ничего такого у нас не было но как-то мои родители привыкли именно ребенку перемолоть еду то есть это было в полгодик еда рев годик до перемолог и еду и быстренько это залить у ребенка и все то есть ребенке исполнил с 2 годика то есть опять это вот до двух лет так все было перемолол еду изолю fade остается им пока он там поесть прослюю вот вот эту вот все им не хотелось то есть дома на меня живет приезжая в гости к моей маме она перемала то есть он не жует ко мне приезжает он перестает жевать опять заново и начинаешь его учить жевать то есть это все очень сложно ребенку исполняется три года то есть это все дальше продолжается представьте ребенку три года уже довольно взросленький и то есть родители продолжают все также перемалывать то есть такое специально там штучки где там превращается все это практически в кашу и просто залили все это в ребенка он сытой все сидеть неохота и в три года я уже подумал что все блин уже хватит это очень становится уже тяжело тяжело стало научить ребенка жевать то есть он не хотел ни в какую жевать он просто все заглатывал то есть ну к примеру долька помидоры да то есть вы знаете дольку помидорки половину режете да и вот так вот по долькам он эту дольку помидора заглатывал полностью то есть абсолютно спокойно в три года он заглатывал просто брал и глотал все то есть ягоды допустим изюм ягоды малин то есть он вообще не жевал он просто заглатывал сюда небольшие но огурец конечно приходилось жевать морковку жевать приходилось там орешки по-моему заглатывал прям так вот то есть открываешь памперс и то есть там какашечка да и видишь что там ничего не прожеванно все вот это вот находишь и понимаешь что ребенок не живет ему напоминаешь зима жуй жуй только жусь зубками жусь это было бесполезно вот однажды даже был момент когда бабуля подошла к соседям по даче и сказала что ее правнук то есть это моя бабушка моего ребенка прабабушка что я по праву какой-то не такой что он совершенно не умеет жевать я была рядышком я естественно высказал что вы сами все это делаете поэтому это так происходит она любит собрать слухи потом и где-нибудь там распространить видимо по старости лет это не бывает вот и в этот же день я забрала просто вот эту вот молотильную штуковину и сказала все давайте ему так давайте все будем заново учиться жевать это было сложно конечно и давайте вам расскажу как это было то есть поскольку огурец на самый жесткий морковка тогда огурец самый жесткий то мы я ему давала то есть резала где-то сантиметр до в ширину и круглый либо половинка либо круглую сначала давала круглую то есть сначала мы ели огурец там ну пол огурца съедали то есть он привыкал что он жует 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 потом шла помидора какое-то время он ее там жевал потом уже начал заглатывать да то есть это было примерно вот так вот плюс то есть кусочки все должны быть обязательно большие помидор большая то есть пол помидорки там ну только до помидорки то есть огурец он большой вот так же спагетти вермишель вот это вот длинная то есть он сначала начинает ее заглатывать он понимает что как не так это должно быть что ощущение какие-то очень странные непонятные неприятные и как-то нужно начинать ее пытаться жевать она очень кстати тоже довольно помогла нам если пюре делать на пюре вообще не делал сделаешь ему то есть он учился жевать вроде он живет делаешь картофельное пюре он его ест и все начинается все заново опять заново учишь ребенка жевать то есть это это было ужасно это было очень ужасно также допустим мясо большими кусочками давала то есть он их сидел да он сидел кстати всегда у меня ел с полным ртом он сидел полный рот из полный рот по сути проглотить очень сложно ну попробуйте наберите что-нибудь еду полный рот и попробуйте это проглотить это сложно можно подавиться он сидел у меня подолгу то есть мясо кусок мяса подолгу сидел жевал жевал и то есть постоянно поминать дима жуй дима жуй зубками жуй молодец правильно жужжу то есть вот постоянно это длилось где-то мы учились жевать где-то около полугода наверное даже может побольше очень 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 долго также нам стать очень хорошо в этом помогла на новый год нам подарили вот такой вот мармелад кстати увидел продается похоже в перекрестке не знаю тоже это или нет вот он натуральный то по моему состав довольно натуральненький в конце я вам покажу и сама то есть мармеладинка она очень жесткая первый раз я попробовал его отрезать ее но я очень тяжело отрезать второй раз я ему дала просто целую она и большая и большая и жестковатая но про как как мячик наверное вот она очень хорошо помогла она ему очень сильно понравилось и конечно же он ее жевал он ее жевал она долго живется 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 она помогла реально то есть допустим дома садились дома кушать сначала мы делала салат да то есть сначала мне ела огурец начало половинки делал потому что он делал целый когда немножечко подрос и он целую запихивать долго и живет 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 а потом вот уже там другие допустим салат потом там что-то еще мясо там картошка там может быть и вот он живет живет постепенно он научил сейчас ребенку четыре с половиной года он все живет да он кушает возможно долго бывает но практически все живет кашу гречнева по-моему то мне не живет не знаю живет она или нет но она я делаю кстати да также я сделаю все разваристая мягенькая потому что гречневую кашу которая более жестко как обычно мы с вами делаем он или не любит вот а вот именно когда она разваристая мягенько он не любит не за надеюсь что он живет но хотя бы это был очень сложный момент для меня это был очень трудный такой для меня момент который вот переживался жил вернее очень очень долго ну сейчас слава богу все хорошо и надеюсь то что мои советы вам все-таки помогут у кого такие проблемы но лучше всего давайте все своевременно то есть ребенок начал жевать пусть живет там пусть он сидит и живет то есть ну на даче наверное родители да действительно не хотелось там хотелось побежать на улицу что-то поделаться на дом я всегда сижу с ребенком он кушать я сижу с ним плюс я допустим у меня постарше он стал да мы с ним еще добавок параллельно он болтает когда я глухо когда и когда ему когда я ем там вот это то есть она у нас не проходит ему надо болтать ему надо болтать постоянно то есть он постоянно болтает сутками практически как бы я ладно болтает и болтает слава богу он там сидит хотя бы и кушает вот так выглядит тарелка сына салат на ужин у нас сегодня так половинка огурчика смотрите ширина сантиметр он его полностью берет даже бывают таких вот две штучки берет ворот и жует перчик тыковка помидорка пожалуйста половинка тоненькая лучок то есть если ему нужно он откусит листья салата тоже то есть вот так выглядит тарелка ребенка который в три с половиной года своей учится жевать ну так она выглядела и до этого два года она выглядела так же то есть вот смотрите вот он мармелад с брусникой такой вот здесь будет состав а вот без ароматизаторов красители и желатина сто процентов натуральный как раз для деток есть изготовитель и тут чего-то осталось уже последний меня ребенок прямо кушать за милую душу но смотрите она довольно прозрачная видны там от какие-то вот козелочки внутри как будто они через камеру на и плохо видно она даже смотрите вот ну реально прям жесткая вот она в тепле полежала она жесткая такая классная ребенка прямо на очень-очень безумно нравится как вариант например научить ребенка жевать это очень хорошие как бы конфеты и сладкая и плюс она без всякой химии и вкусный и как раз ее жевать в принципе вот на сегодня все если у вас остались какие-то там вопросы вы можете внизу в комментариях мне написать либо свои советы какие-то они у вас есть если у вас было что-то такое вот подобное вот и с вами был канал art money всем пока пока